Всем привет, с вами Ети, это мое очередное видео по вопросам восстановления после вечного курса. Как вы прекрасно знаете, почти 3 года я применял эти самые запрещенные гормональные препараты и соответственно 5 месяцев уже как я чистый. То есть я восстанавливаю свою натуральную секрецию тестостерона и других собственно гормонов. То есть восстанавливаю полностью организм. Так вот, хотел бы в данном видео показать вам актуальные анализы и порассуждать над вопросом восстановления в принципе. Потому что данная тема с вечным курсом, она возникла еще где-то 4-5 лет назад. Один только Тихомиров, чего стоит, то есть несколько спортсменов как минимум признались в том, что они использовали анаболические стероиды постоянно. И собственно тогда многие спортсмены задумались, если кто-то так делает, то в принципе так делать можно. Тем более что эти люди доносили информацию о том, что восстановиться после вечного курса можно довольно быстро. То есть в принципе сейчас мы используем и у нас не вырабатывается собственная секреция тестостерона. Мы отменяем и она начинает постепенно вырабатываться. Да, пусть это займет полгода, но она вырабатываться начнет. Так вот, что хочу сказать по данному вопросу. Вы наверное помните мои предыдущие анализы, которые я сделал спустя 3 месяца после отмены препаратов. То есть когда я уже провел послекурсовую терапию, мои анализы вы видели. Там было 11 наномоль тестостерона. На данный момент уже прошло еще следующие 2 месяца. Вот мои актуальные анализы. Как мы видим мой тестостерон 10,5. Ну то есть примерно в тех же значениях находится, хотя лютинизирующий, фолликово-стимулирующий чуть-чуть уменьшились. О чем это нам может говорить? О том, что как минимум загвоздки имеются. И те, кто думали, что я за 3 месяца так легко восстановился после вечного курса, я уже подчеркивал неоднократно, что это не так. Во-первых, даже если бы у меня восстановилась собственная секреция тестостерона довольно хорошо, то еще длительное время нужно для того, чтобы зародились нормальные сперматозоиды, полноценные, повысилась их концентрация и все прочее. То есть чтобы полностью моя фертильность вышла на уровень натуральных значений. То есть тех, которые были до курса. И кроме того, что стоит отметить? 11 наномоль тестостерона. Нижняя граница для здорового человека более-менее адекватная. Начинается где-то с 8 наномоль на самом деле. То есть 8 уже можно считать более-менее хорошим значением для человека, которому 50 лет, например. Эти 11 наномоль это по сути уровень тестостерона где-то 40-летнего человека. Если этот человек спортсмен, то он и то может иметь более высокий уровень тестостерона. У меня процент жира в теле сейчас ниже, чем был до этого самого вечного курса, когда я был довольно жирным. И на тот момент, когда я тренировался натурально, мой тестостерон был 20 наномоль. Несмотря на то, что я был гораздо жирнее. То есть сейчас мой тестостерон должен быть выше. Выше даже 20 наномоль по сути. Но как мы видим 11 наномоль. И о чем это говорит? Как минимум мое мнение на данный счет. Когда мы используем длительное время эти самые анаболические стероиды, умирает, а точнее атрофируется наша собственная выработка. И она атрофируется в какой-то определенной процентовке за каждый год. В зависимости от мощности препарата, в зависимости от продолжительности курса этого самого общего, общей длины. У нас она будет постепенно отмирать. И соответственно на самом деле картина общая заключается в том, что сейчас есть много людей, которые пытаются слезть с вечного курса или слезли. И уже на протяжении года у них довольно низкая выработка тестостерона. Ну то есть несмотря на то, что до курсов она была полноценная. Дело в том, что вот эндокринные эти самые железы, они могут атрофироваться. И чтобы они восстановились полностью, то есть чтобы у меня не просто тестостерон попадал в референтные значения, а был в адекватных действительно значениях моей гормональной системе, моему телу, понадобится действительно этот самый год, а может быть и два года. То есть как вы видите, несмотря на то, что я быстро восстановил эти 11 наномоль, дальше я никуда не продвигаюсь уже на протяжении двух месяцев. Я ничего не использую. То есть вообще ничего. Там были добавки, все прочее, стимуляция антиэстрогенами. Сейчас у меня ничего нет и выработка она примерно такая же. То есть организм пока не стремится повысить эту собственную выработку. Хотя для моего тела это объективно очень мало. У меня хватает сил, наверное, только на две силовые тренировки в неделю. Хотя раньше на курсе, допустим, я мог тренироваться 5-6 раз. Перед соревнованиями, когда это нужно, можно было силовые тренировки каждый день проводить. И даже два раза в день в некоторых случаях. Я все это выдерживал. Сейчас у меня очень сильное утомление даже от двух силовых тренировок в неделю. 11 наномоль не хватает для того, чтобы полноценно тренироваться. Кроме того, в связи с этим страдает моя иммунная функция. У меня постоянные проблемы со сном, постоянные проблемы с какими-то то кишечными проблемами, то это может быть какая-нибудь сыпь или аллергическая реакция. Хотя ничего подобного я не имел раньше. То есть она может высыпать на плечах резко, через 3 дня пропасть, потом снова появиться. Этого у меня раньше не было. Простудные симптомы различные, то есть они тоже проявляются. Все это возникло в связи с данным упадком гормонов и соответственно с тем, что я пытаюсь продолжать тренироваться довольно интенсивно и удерживать силовые. Что происходит при этом с моим процентом жира и с моим количеством мышц? Отчеты я регулярно выкладываю, вы сами все видите. Что происходит с жиром? Жир не меняется. 5 месяцев я могу объективно сказать, что да, количество мышц уменьшилось. Процент жира каким был, он таким и оставался. То есть количество жира на теле не растет и не уменьшается. Вот пищевое поведение я никак не менял. Я не диетил, ничего не делал. Насколько я мог быть сухим на курсе, таким же я и остаюсь натурально в связи с тем, что я ем столько же пищи, сколько просит мой организм. То есть процент жира никак не меняется. От слова вообще никак. То есть гормоны для жиросжигания, анаболические стероиды вообще не нужны в принципе. Они нужны для сохранения мышц, для роста мышц. Что можно сказать про рост мышц? Что я нахожусь на этих 11 наномолях, что очень мало для моего тела. Очень мало для поддержания высокой интенсивности, высокого объема нагрузок в течение недели. Естественно в связи с этим я откатываю. То есть да, я могу попытаться потренироваться как на курсе, сделать такие же тренировки по мощности. Даже пусть силовые у меня снизились. Но по мощности попытаться повторить то же самое. Но потом неделя у меня будет, например, крепатура держаться в мышцах. И она не будет проходить. То есть следующую неделю придется выкинуть и все равно данная нагрузка, данный объем распределится на 2 недели. Потому что мне понадобится следующую неделю отдыхать полностью. Ну и соответственно вслед за уменьшением объема нагрузок. В связи с тем, что слетели силовые показатели. Не могу заниматься с таким же количеством отдыха между подходами. Не могу заниматься с тем же количеством повторений, подходов и всего прочего. В связи с этим падает количество мышц на моем теле. С какой скоростью? Ну примерно 500 грамм-1 килограмм в месяц. Я это наблюдаю сейчас. Без изменений качества, примерно по объему я сыплюсь вот с такой скоростью. И я думаю прекрасно понятно, почему это происходит. Есть такие процессы в организме, как распад белка, есть синтез белка. Мышцы, если не нужны, они распадаются. То есть распад белка будет высоким. На курсе синтез белка превышает распад белка. Соответственно поэтому мы растем. На ПКТ или вот сейчас конкретно в каком состоянии я нахожусь, нужен высокий синтез белка. Высокий синтез белка я не могу позволить, исходя из того, что у меня мало гормонов. Исходя из того, что синтез белка запускается с помощью тренировок. Низкий объем тренировок, нагрузок, всего прочего. Это низкая возможность для синтеза белка. И она не будет превышать количество распада белка, которое есть у меня в теле. То есть условно, вслед за тем, что страдает тренировочный объем, страдает и объем мышц, естественно. То есть не бывает такой ситуации, даже за счет мышечной памяти, что раньше вы могли выдерживать объем нагрузок. Там 4-3 полноценные силовые тренировки в неделю с большими весами. А сейчас вы будете все это делать с маленькими весами и отказные повторения убрать, например. Или сделать меньше подходов. И вы выглядите примерно так же. Нет, так не будет. Это длится недолгое время и постепенно тело приходит к тому состоянию, в котором оно было на меньшем уровне тренированности, чем было на курсе, например. Соответственно, поэтому я постепенно уменьшаюсь. Это прекрасно, я думаю, и так понятно. Если бы у меня был более высокий уровень тестостерона, то скорее всего с каким-то определенным объемом я бы мог справляться. Как натурально раньше я справлялся. То есть натурально раньше я мог тренироваться более интенсивно, более тяжело и с большими весами, чем сейчас после длительного курса. В связи с моей выработкой общей по гормонам. Тогда у меня и эстрадиол был выше, и тестостерон одновременно. Сейчас у меня все это ниже. Соответственно, поэтому могу сделать вывод, что собственная секреция тестостерона после вечного курса, она страдает. И страдает довольно длительное время. Если вы мне не верите, посмотрите, допустим, как Кляева, что он говорит по данному вопросу. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Семь месяцев у меня длилось мое ПКТ, которое в принципе к седьмому месяцу ничего не поменяло. Быть может, это мой случай. Такой тяжелый, что все мои показатели были... Тестостерон был чуть выше референсного значения. Ну а ФСГ и ЛГ были ниже референсного значения даже через семь месяцев. Он, например, восстанавливался год или даже более. И никто из экспертов, из эндокринологов не мог сдвинуть его значение с 8 наномоль. Или 6,5 у него было, насколько я помню. То есть максимум, по-моему, он до 8 наномоль смог добраться постепенно. Он длительное время находился в этой гормональной пропасти, в гормональной яме. Просто потому, что до этого длительное время он применял анболические стероиды. Порядка 10 лет. И, соответственно, чем дольше курс, тем меньше шансов потом нормально, адекватно слезть. То есть если курс будет длиться 20 лет, организм, скорее всего, настолько атрофирует собственную выработку. И настолько долго ее будет восстанавливать, что вы это не выдержите. То есть элементарно вы будете восстанавливаться 5 лет, может быть. Есть и такие случаи в медицине. И вот давайте еще одного человека посмотрим. Наверное, вы его, может быть, кто-то из вас знал. Марк Молоток. Есть такой человек. Вот посмотрим его одно из видео на канале. Он 2 года находился на вечном курсе. И что он об этом говорит? То есть ЛГ у меня на низах. Ну вот. И, то есть, это неправда то, что ваши яички там уснут. Вот если вы будете тестостероном, да, ваши тестикулы там, ваши бубенчики уснут. Если вы будете тестостероном, колодцы там на протяжении 2-3 лет. Да, это все, в принципе, восстанавливается. Но восстанавливается уже не так хорошо, как бы вам хотелось. Восстанавливается действительно долго. То есть это может быть полгода, год, там еще дальше. Вот видите, у меня за год не восстановилось настолько, насколько бы мне хотелось. Не восстановилось. И видите, он говорит, по сути, то же самое, что и я. И люди, которые мне пишут в личку, которые точно так же попытались слезть с вечного курса. Вот такая ситуация. Просто выработка тестостерона, она довольно длительное время будет низкой. И не факт, что она когда-то будет настолько высокой, как могла бы быть, если бы вы тренировались натурально. Поэтому каждый сделаете свои выводы. Когда это делается короткими курсами, тут такой ситуации не наблюдается чаще всего. Ну то есть это почти никак не влияет на гормональный фон. Но совокупно, наверное, 10 курсов, даже коротких, или там 8 курсов за соревновательную практику, все равно ударят по собственной секреции. И все равно в итоге она будет меньше возможной, если бы вы тренировались всегда натурально. Это мои просто выводы. Вы можете с этим не соглашаться. Но тогда ответьте мне на вопрос, откуда такое большое количество людей, которые после вечного курса имеют проблемы с собственной выработкой тестостерона. Это действительно распространенная проблема, и организм не устроен таким образом, что здесь вы отключили, и он сразу начинает вырабатывать собственный тестостерон, причем в том же количестве. Даже тестикулы, они усыхают в размере. И да, я понимаю, что вам говорят, есть гонантропин. Я обо всем этом прекрасно знаю. И я стимулировался им регулярно, и в больших количествах, и соблюдал адекватные сроки по отмене этого препарата, чтобы тело от него отвыкало. Как вы видите, в любом случае это сказалось. То есть это вот мое личное видение данного вопроса. Поэтому если вы находитесь не так долго на курсе, например год, то у вас есть возможность восстановить большую часть своего тестостерона довольно быстро. Чем дольше вы на курсе, тем меньше по итогу собственного тестостерона отстается. Чем дольше вы на курсе, тем меньше собственного тестостерона у вас в конечном итоге потом будет, когда вы слезете. И пережить гормональную яму смогут немногие. Многие просто обратно вернутся на курс. Потому что пока ты сидишь в этой гормональной яме, страдает по сути все. Страдает твое здоровье в какой-то степени, страдает твое самочувствие, настроение. Это очень сильно на тебя влияет. Поэтому если есть возможность вернуться хотя бы к 15 наномолям, лучше это сейчас сделать. Это просто мое мнение по данному вопросу. Если вы не хотите возвращаться, идете в один конец, то это уже личное дело каждого. Скорее всего да, в принципе, каждый может вернуться в итоге и сидеть на ГЗТ. Но вопрос в том, что не все на это рассчитывают, не всем это нужно и не все готовы к таким последствиям, чтобы постоянно находиться потом на ГЗТ, до конца жизни. То есть многие рассчитывали, что сейчас поиграемся, потом отменим свое время, все установим и так далее. Я в принципе готов был к любым раскладам. В принципе на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok